Знаете, я создал такой ноу-хаус от Вишневского, не претендую на всеобъемлющую ноу-хаус. Ноу-хаус, хаус. Это свод правил, как оптимизировать да банализировать наше общение. У меня есть список баналитет Вишневского, как не надо шутить, как не надо встречать другов в гипсе возгласом бандитской пули, как не надо говорить, какие люди без охраны. Я считаю, что каждый человек, как здесь и я, имеет право на личное, авторское, авторизованное остроумие и имеет право не банально говорить, при этом не выпендриваясь. Поэтому я знаю, как сделать идеальный комплимент женщине, любой повысить настроение, и чтобы это не было елейным комплиментом. А комплимент это правда, вот мой ноу-хаус, комплимент это правда, высказанная женщина публично. Как создать вокруг себя атмосферу, как отбиться, никого не опуская от ГИБДД. Как правильно торговаться на цветочном базаре, я знаю. Я об этом пишу книжку ноу-хауса от Вишневского, надеюсь, она при жизни автора выйдет. Но я знаю, как создавать нормальную атмосферу. Это не значит, что у меня нет недругов, что у меня все получается по делам, по карьере. Но я знаю, как говорить, как пользоваться русским языком, великим и могучим. Знаете, как обращаться к начальству так, чтобы у него не было ощущения прогиба с вашей стороны? И у вас тоже. Надо сказать, видите ли... Видите ли, Андрей Степанович, достойным и талантливым людям, я обращаюсь только с выполнимыми просьбами. Вот секрет в этом выполнимыми. Я уже мотивирую его на то, чтобы... Это не значит, что все получится, но русский язык дает возможность... Это вообще последнее, может быть, последнее, предпоследнее право высокого выбора дает нам великий русский язык. Как сохранить свое достоинство и как добиться своих целей, необязательно корыстно, прагматичных, материальных. Как сохранить достоинство и создать нормальную атмосферу с помощью языка.